Агрохолдинг Комсомолец Агрохолдинг требуется в трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Звоните 21 75 07 8 914 509 26 84. И сегодня в выпуске вы увидите. Продолжаем тему скандала газификации в щите. Откровение в лесу. Смотрите в этом выпуске. История аварийного дома поддивизионной 2 продолжается. На этот раз люди уже не устраивают голодовку, а ждут выполнения обещания чиновников. А об этих самых обещаниях подробнее в выпуске новостей. Как исполняется федеральная программа безопасные и качественные дороги в районах Забайкальского края, смотрите в нашем выпуске. Теперь об этих и других событиях более подробно. Газификация Читы. Такая желанная, но такая проблемная. Неверов в СИЗО. В Аврора Газ проведена чистка рядов. Далее в сюжете откровенное интервью одного из газификаторов команды Неверова Дениса Мерзлякова. Канал ЗабТВ славится своей независимостью и непредвзятостью. Это площадка для любого гражданина, если ему есть что сказать по делу. Мы всегда предлагаем свой эфир для того, чтобы высказались все стороны той или иной ситуации, конфликта, темы, а порой и скандалы, и даже уголовного дела. Про концессии Неверова и газификацию мы рассказываем давно. И как все Читинцы хотим, чтобы газ дошел до Читы. Сегодня в эфире ЗабТВ интервью или даже, пожалуй, заявление Дениса Мерзлякова. Почему сейчас с вами находимся не в студии, не где-то там в офисе на Журавлево-40, а вот в лесу? В лесу мне просто безопаснее. По городу я перемещаюсь с охраной. Так сложилась ситуация. Я думаю, что необходимо рассказать немножко историй. В 2022 году мне позвонил господин Неверов и сказал, что для Читы есть возможность организовать газовый проект, то есть газифицировать город Чита. Была старая команда, был Неверов, который наделал ошибок. Не мне судить за его ошибки. Я старался изо всех сил, чтобы проект этот двигался вперед. Преодолевал в том числе и внутренние, корпоративные какие-то проблемы. Я не идеален, но я работал честно. Я двигался вперед для того, чтобы у Читинцев был газ. В какой-то момент времени в компании начались сложности. Как я понимаю, это началось тот период, когда начали набирать школьные проекты. И самая большая, конечно, это глупость, в которой я говорил Неверов, что зачем вы это все грузите в одно ванок предприятия. Там газ, классный проект, чистый. Тем не менее, я делал то, что мог и набрали этого груза на предприятии. Начались проблемы, и к нам пришла новая команда. Новая команда, изучив историю ванка, погрузившись в нее, ужаснулась тому наследству, которое ей досталось. Я ездил несколько раз в Москву, встречался с высшим руководством. Меня задали вопрос, как можно из вот этой ситуации выйти. Это уже Османова спрашивали? Да, это команда Османова, Эльдара Осинцева. Я набросал план антикризисный, не очень хороший, но тут же предложил на него, что даже при этом не самом лучшем плане, при котором нужно дополнительное финансирование на достройку в сети привлекать, можно было переместить риски в будущее и даже при вот такой вот ситуации вытянуть этот проект. Мой план был в мае месяце принят, я работал далее в полной убежденности, что новая команда тоже двигается в этом плане и пытается его реализовать. Но за прошедшие месяцы ни я, ни уважаемые читинцы, да и вообще никто движения никакого не увидел. Сети мы также старались, скрипя зубами, отстроить, а по СПХР мы ничего не увидели. Даже проект на сегодняшний день так и не доведен до логического завершения. Место работы я получил охоту на ведьм. Так как у нас господин Неверов находится в определенном месте и предъявить ему уже что-то сложно, а я, фигура заметная и я остаюсь на свободе, люди из новой команды решили свою обиду обратить на меня. В субботу, 10-го числа я приехал на рабочее место, на Журавлево, 40, поднялся на второй этаж, свой офис. В Новосибирск приехал бухгалтер подрядной компании, не знаю зачем его пригласили. То есть меня попросили ее забрать, я ее забрал из гостиницы, привез в офис, мы поднялись на второй этаж, за нами сзади сразу же начали следовать. Люди в камуфляжной форме, зеленого цвета, ну, Вагнер с нашивками, Вагнер в балаклавах. Я зашел в кабинет номер 205 и в кабинете присутствовали еще люди. Поставил рюкзак на свое рабочее место, повернулся и на меня было совершено нападение. Меня банально избили. Избили жестоко, глупо. Ну, лицо у вас, я бы не сказал, что особо пострадало. Да, все профессионально, побои сняты. Как я и говорю, били жестоко. Но профессионально, да, там, где не видно. И посадили за стол и дали ручку, сказали, пиши, пиши. Вот, что брал, где брал, кому отдавал, а писать нечего. Поэтому избиения проходили несколько часов. В итоге я что-то написал под давлением, их это удовлетворило, им это понравилось. И меня дальше переместили. Теперь я перемещаюсь по городу только в сопровождении уважаемых читинцев, которые, узнав об этой истории, сказали, что так быть не должно. Мне помогают, и я этому очень рад. Это придает мне сил. Сейчас что с газификацией будет? Видите какой-то выход из ситуации? Я уверен, даже сейчас можно вытянуть эту ситуацию. Я точно знаю, что люди, которые приехали сюда делать газ, прокладывать газовые трубы, подрядчики, проектные компании, они хотят дотянуть этот проект до конца. Они обращались ко мне с тем же вопросом, что делать, как быть. Деньги у них кончились, новые договора с ними не подписаны. Сейчас из последних сил они сидят на паузе, последние деньги доедают и ждут, как будет дальше развиваться ситуация. Я прошу защиты у правоохранительных органов, потому что так быть не должно. Сейчас я, завтра рядовой четинец, другой гражданин России может попасть в такую же ситуацию, в полный беспредел. Это кошмар. Я прошу правительства Забайкальского края взять ситуацию под контроль. Может быть, даже встретиться с подрядчиками, помочь найти нового инвестора, принять те сети, которые проложены, достроить их и дать четинцам голубое топливо. Я готов довести дело до конца. Такова версия Дениса Мерзлякова. Исходя из условий перед интервью, в этом сюжете не будет ни выводов, ни исключений с брифингом руководства «Аврора ГАЗ», который прошел после событий 10 августа. Как будут развиваться события, смотрите в следующих выпусках на нашем канале. Вячеслав Борницкий, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев. ЗАП-ТВ Депутат Госдумы Андрей Гурулев после рабочей поездки по районам Забайкалья выразил обеспокоенность по поводу подготовки к отопительному сезону. Основной проблемой, по его мнению, является отсутствие угля. В своем телеграм-канале он сообщил, что ему пришлось лично проехаться по районам, чтобы оценить ситуацию. До начала отопительного сезона остался всего месяц, а населенные пункты, такие как Чернышевск, Даурия и Какуй, могут замерзнуть, отметил депутат. По его словам, ситуация с углем в Забайкалье критическая. Никто не заключает контракты, нет денег, и никто не знает, что делать дальше, сказал он. Депутат подчеркнул, что необходимо немедленно принять меры для решения проблемы с углем, чтобы избежать энергетического кризиса в регионе. Ранее Андрей Гурулев раскритиковал подготовку к зиме в Петровск-Забайкальском районе и Чернышевске. Они обращались во все возможные инстанции, они объявляли голодовку. Они записывали обращение к губернатору Осипову. До отчаяния жильцов многоквартирного дома довела аварийность их жилья. Городские краевые чиновники пообещали оказать помощь нуждающимся. О выполнении этих обещаний расскажем в нашем сюжете. С момента забастовки жильцов дома по дивизионной 2 прошло больше недели. Люди объявляли голодовку из-за наплевательского отношения со стороны местной власти. И таким радикальным образом постояльцы аварийного дома хотели обратить внимание на проблему. У них это получилось. Реакция чиновников, представителей прокуратуры и Следственного комитета не заставила себя ждать. Наспех организованная встреча с собственниками квартир состоялась во дворе их многострадальной пятиэтажки. Наобещав непосильную помощь в решении вопроса с жильем, людей поставили в режим ожидания. Лучше от этого не стало. После того момента, как мы объявляли голодовку, были тут главы, район, ну вот, и они много чего обещали, но изменений-то нет. На собрании нам обещали много, очень много пообещали. Обещали в первую очередь это решить вопрос с ипотеками. Вопрос до сих пор не решен. И мы вот пишем им в чате, то есть я тоже состою в группе активистов, постоянно им пишем сообщения, на что они просто-напросто нам говорят, ждите, 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 ждите. Сроки обозначены? Нет. Сроков не обозначены? Сроков нет. Больше всего сейчас переживают те люди, чьи квартиры находятся в ипотеке. Они продолжают ежемесячно платить деньги, несмотря на то, что дом признан аварийным. В Минстрое пытались собрать ипотечников и изучить их договоры с банками для того, чтобы поспособствовать приостановлению платежей, но этого так и не случилось. На маневренное жилье люди не соглашаются, и их можно понять. Какой смысл платить огромные деньги за ипотеку, а жить в комнатушке общежития? Я приобретала квартиру три года назад, и вообще нигде не было зафиксировано, что дом даже где-то будет признаваться аварийным или что-то. Про себя скажу. Я брала квартиру, что у меня рядом школа, у меня рядом детсад. У меня, я когда уезжаю, у меня дома нет, у меня сын может домой прийти спокойно один, потому что тут рядом все. И почему я где-то на окраине города в другом, в другой стороне возьму квартиру? Ну или там какое маневренное жилье, я так понимаю, маневренное жилье, там могут и дать общежитие. Там шесть квадратов на одного человека, но это очень малость, когда полностью живет семья из пяти человек. Отказ от маневренного жилья – это не прихоть собственников квартир аварийного дома. Многие семьи многодетные, и есть даже люди с ограниченными возможностями по здоровью. Для некоторых предложенное временное жилье – это настоящее испытание. Я человек с ограниченными возможностями, у меня нарушен опорно-двигательный аппарат. Я не смогу жить в общежитии, в комнатушке, так скажем. Это в принципе невозможно, это никак. У меня нет возможности физической жить в таком жилье. Говорить о том, что никакой работы по обследованию дома не ведется, будет, наверное, неправильно. Глава Ингодинского района Читы рассказал, какие действия сейчас принимаются на уровне городской и районной администрации. Работа проведена большая, управляющая компания прошла все квартиры, составили комиссионные акты. Все эти акты прошиты, пронумерованы, они официально были переданы в администрацию района. У нас, понятно, что на контроле и сформирована определенная папка, дело. Ну а также мы со стороны именно уже городской администрации тоже, ну сейчас понимаем, определяемся, что вдруг, вдруг все-таки, как у нас некоторые заявляют, что совсем-совсем боятся спать, то мы готовы предоставить маневренный фонд, ну и чтобы он был в надлежащем состоянии. То есть сейчас как раз у нас, ну, спланированы работы для ремонта и косметического ремонта маневренного фонда, что впереди зима. Создана рабочая группа, я ее возглавляю. У нас в состав вошли представители и министерства строительства Забайкальского края, ну, министерства ЖКХ и строительства Забайкальского края, также и со стороны комитетов городского хозяйства, комитетов градостроительной политики тоже специалисты есть. Ну и, конечно, сами жители, мы им предложили прям принять участие. На данный момент специалисты управляющей компании проверили все квартиры и разместили на трещинах дома маячки для того, чтобы отслеживать движение панелей. Помимо этого, жильцам одной из квартир порекомендовали не выходить на балкон из-за возможности его обрушения. Только вот с организацией безопасности справиться не могут. Мы сейчас находимся рядом с местом повышенной опасности. А все потому, что балкон, который располагается на пятом этаже этого здания, может упасть в любой момент. Об этой опасности местным жителям, маленьким детям, да и просто прохожим говорит вот эта частично натянутая красно-белая лента, которая местами уже оборвалась. Б. Безопасность. Ранее мы уже сообщали, что ситуацией с бездействием местных властей на обращение жителей аварийного дома заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Забайкальскому краю Алексею Вольному предоставить доклад о ходе расследования. Следственными органами расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Прокуратура тоже держит эту ситуацию на контроле. В настоящее время в связи с многочисленными информациями средствами массовой информации проводится проверка по факту аварийности дома дивизионная 2. К этой проверке нам привлечены специалисты Забайкальского управления Ростехнадзора, Государственной инспекции края. И по ее результатам будет одна оценка полноте действий как органов местного самоуправления, так и управляющей компании. Первоначальные сроки расселения из аварийного дома жильцов возмутили. Они считают это издевательством. И ни у кого из собственников нет уверенности в том, что они смогут осилить это ожидание длиной в 18 лет. Конечно, нам бы хотелось не жить в страхе. И хотелось бы, чтобы нас услышали в то, что мы неоднократно были признанными аварийным жильем. И как-то пойти нам на встречу, чтобы нас тем не менее расселили, не дожидаясь 40-х годов. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗАП-ТВ. В Чите получено разрешение на строительство первой очереди Дальневосточного квартала. Об этом сообщается на сайте Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Объем инвестиций в проект составляет больше 27 миллиардов рублей. Первая очередь строительства должна быть завершена не позднее декабря 26-го года и планируется ввод в эксплуатацию не менее 27,5 тысяч квадратных метров. Всего до 2033 года в Чите будет построено 238 тысяч квадратных метров жилья на 8 тысяч человек. На первых этажах жилых домов будут расположены коммерческие помещения, такие как магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Кроме того, будут построены два детских сада на 600 мест и школа на 1100 учеников. Также застройщик разработает проект благоустройства набережной реки Читинки и озеленения территории. Напомним, строительством займется группа компаний «Самолет». КОНЕЦ КОНЕЦ В редакцию ЗАП-ТВ поступил запрос от жителя Нерчинского района. Посмотрим, как исполняется программа «Безопасные и качественные дороги в Нерчинском районе» в сюжете Ивана Батырева. Это видео нам прислал Евгений, житель Нерчинского района. У нас в Нерчинском районе такая ситуация. У нас сняли асфальт. На протяжении месяца никто ничего не делает, не ремонтирует. Ни одного дорожника на дороге нет. Был снят асфальт примерно недель пять назад. И по сей день люди ездят, и мы не видим ни одного рабочего на дороге. Судя по присланному фото паспорта объекта, данный участок дороги ремонтируется по программе «Безопасные и качественные дороги». Протяженность чуть больше 20 километров. Начаты работы в конце мая 2024 года и продлятся до 20 февраля будущего. По какой же причине столь маленький участок так долго ремонтируют? Из разговора с представителем подрядной организации, а это ООО «Дорстрой», выяснилось, что работами на данном участке занимается субподрядчик компания «Грандстрой». Асфальта нету. Раньше был какой-никакой асфальт. Ну, с заплатами. Были заплатки, ну, как обычно, закатают. А теперь вообще сняли километров 15-20 и нет асфальта. Ездить невозможно. Едешь 15-20 километров в час. Раньше асфальтовое покрытие было старое, но оно просто было. Теперь после снятия покрытия были проведены геодезические замеры, и на этом работа затихла. Ситуация длится вот уже месяц. Наш собеседник беспокоится о планах выполнения работ, ведь по паспорту объекта работы там будут завершены лишь зимой. Плюс ко всему, по этой дороге ездит школьный автобус из Нижних Ключей, а скоро сентябрь. Вообще, как регулярно показывает ЗАП-ТВ, исполнение федеральной программы БКД в регионе часто вызывает вопросы. Что говорить вот о таких отдаленных районах края, когда в нашей столице часто качество выполненных работ не всегда соответствует требованиям. С учетом горького опыта может оказаться, что старый асфальт был качественнее нового, но это пока лишь предположение. Сроки исполнения тоже не всегда соответствуют графику. Кстати, с субподрядчиком нам связаться не удалось. Здесь гравийка осталась, срезанная, а где остался асфальт, он с дырами. Совсем ехать невозможно. Представитель компании-подрядчика заявил, что все работы будут исполнены в срок и раньше наступления холодов. На вопрос собеседника об отсутствии какой-либо техники и рабочих на объекте, тот искренне удивился. Со слов представителя Дорстроя, единственное, что в данный момент может служить поводом для приостановления работ, это ожидание от субподрядчика согласования плана с заказчиком. БКД – это программа, призванная улучшить качество дорожного покрытия, но чаще она вызывает тревогу и негодование. Помимо качества, важна еще и безопасность. По дороге в текущем ее состоянии трудно ездить на легковом транспорте. Усугубляет положение большегрузы, что продавливает землю, образуя ямы на дорожном полотне. Прямо повлиять на ситуацию мы вряд ли сможем. Но сможем потребовать обратить внимание на это безобразие прокуратуру, правительство края, да и призвать субподрядную организацию «Грандстрой» связаться с нашей редакцией для более детального разъяснения ситуации. Телефон ЗАПТВ сейчас на экране. Иван Батырев и Павел Шухляев, ЗАПТВ Таковы главные новости к этому часу. Мы следим за развитием событий в городе и крае. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до встречи. ЗАПТВ Пятница, 16 августа. Международный день малинового варенья. А теперь о погоде. Температура воздуха ночью составит плюс 14, днем плюс 26 градусов. Облачно, без осадков. Ветер умеренный от 2 до 4 метров в секунду. А у меня на этом все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»